здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео я вам предлагаю спуститься к центру полой земли для того чтобы поставить на место всю ту информацию которую мы собрали для того чтобы поставить на место все сказки мифы достижения современной науки и проникнуть наконец-то в тайны полного строения нашей земли поэтому и предлагаю приступить к разбору всего имеющегося материала потому что все что здесь будет изложено не знает никто ну разве лишь только боги поэтому пора становиться богами развиваться вспоминать забытое прошлое все ставить на место потому что здесь будут и тайные знания вам показаны которые считались раньше достижением только высших каст и достижение современной науки и все мифы рассказы и вы все увидите где это происходило как это происходило и что все это существует на самом деле для этого достаточно прочитать божественную комментию про то как данте путешествовал сначала в ад потом он попадал после ада он попадал в чистилище а потом уже пройдя чистилище он попадал в рай и во всех этих кругах а ведь каждое из этих образований тот же ад тоже чистилище и тот же рай имеет по девять кругов он встречал различных жителей как вы понимаете в аде он встречал демонов в чистилище он встречал тоже определенное количество существ которые мы знаем из легенд и все это логично потому что ну не может например тот же ад напрямую стыковаться с раем потому что те демоны как бы их не охраняя они все равно будут проникнуть пытаться в райские кущи а если между адом и раем существует промежуточная цивилизация то это вполне логично то есть она и суть как бы существует охранная система которая демонов не пускает в рай это чистилище ну и в центре всей этой системы конечно находится рай всего всевидящим оком в том же чистилище информации по нему мало но в том же чистилище например обитают грифоны которые ранее на земле и они встречались опять же на вершинах гор вулканов я уже разобрал предыдущем видео почему потому что это входы в полую землю и это нам позволит понять что они как раз тоже являются как бы защитниками рая от пикпекельных существ от существ ада то же самое и относится к нашей поверхности скорее всего для того чтобы демоны все таки не проникали на нашу поверхность между нами и адом существует еще одна промежуточная цивилизация тех же птиц и людей все ссылки на материалы как всегда в описании эти птицы люди они являются прекрасными воинами и как бы прямыми противниками демонических существ они обитают как раз под землей является для нас такой промежуточной цивилизации которая сохраняет нас от демонов чтобы они массово не выходили на поверхность плюс определенный дополнительный инструмент который удалось выявить это как же деятельная вулканическая деятельность или стоячая волна которая пребывает в центре этой системы и которая обеспечивает с одной стороны поверхность как внешнюю нашу так и внутреннюю так и всю целостность самой земли плюс с внешней поверхностью она связана действующими вулканами ну и с внутренней поверхностью тоже на которой тоже существуют вулканы давайте прочитаем что про это думал в рассказе дымный бог магнитный полюс находится точно посредине земной коры его толщина этой коры составляет согласно моим оценкам 300 миль магнитный полюс безусловно находится в 150 милях под поверхностью земли вне зависимости от того где производится измерение так то вот в той точке 150 милях под поверхностью гравитация исчезает нейтрализуется когда же мы минуем эту точку и продолжаем путь внутрь земли силы обратного притяжения увеличится в геометрической прогрессии пока мы не покорим расстояние 150 миль оказавшись тем самым на внутренней поверхности то есть это рассказ дымный бог ну казалось бы фантастический рассказ но вот что мы читаем в той же божественной комедии потому что проходя вот эти вот круги ада а ведь они спускались сверху земли они оказались на другой поверхности и он ему задает вопрос как же так оказалось что мы оказались на противоположной поверхности как говорится спускались голова была вверху оказались на противоположной поверхности а А голова все равно остается вверху. Вот он ему и отвечает. Тот, кто его сопровождает. Спускаясь вниз ты там и находился. Но я в той точке сделал поворот. Где гнет всех грузов отовсюду слился. И над тобой теперь небесный свод. Ну там где нет беса. Обратный своду, что взнесен навеки. Над сушей и под сенью чьих высот. Угасла жизнь в безгрешном человеке. Тебя держащий каменный настил. Есть малый круг. Обратный лиг Джекути. То есть в божественной комедии. Нам опять же рассказывается о том. Что есть малый круг. Ну а Джекути это образ просто там. Итальянская Венеция. Как бы отделенная. Отделенный остров от Венеции. Который является как бы противоположным. То есть это в божественной комедии. Сказано как и множество других фактов. Плюс. То самое нам говорили индейцы амазонки. Которые макуси. Они путешествовали под землей 13-15 дней. Пока они добрались до внутреннего мира. Именно в мира гигантов. То есть рая. То есть после 4-5 дней пути. Тех кто находился внутри пещеры. Теряли вес и телесную массу. Что позволяло им двигаться гораздо быстрее. Ну по моим подсчетам. Тогда это составляло 5 дней. Ну можно пройти 30-60 километров в день. То есть 150-240 километров. Примерно. Ну примерно мы попадали опять же в те же рамки. То есть точность здесь конечно примерная. Но факты говорят об одном и том же. То же самое вот секретное дело. КГБ Орион. И опять здесь мы видим то же самое. Магма является центром гравитации земного шара. И она находится как раз в середине земной коры. То есть то что Солнце вращается внутренне в одну сторону. А сама наша поверхность в другую. Как бы и обеспечивает эту стоячую волну. То есть саму поверхность. И нашу и внутреннюю. И это очень важно знать. Потому что наука об этом не знает. А разные источники. Которые совершенно фантастические. А те кто туда находился. До секретных каких-то данных. Говорят что это да действительно так. Но мы это все дополнили. И например есть тоже необычное подтверждение. Вот прочитаем что нам пишет тот же дымный бог. С внешней поверхности. Если бросить в отверстие какой-нибудь предмет. Инерция и ускорение заставят его миновать магнитный центр. Но не достигнув еще внутренней поверхности. Он постепенно пролетел в половину пути. Утратит скорость. Остановится наконец совсем. И немедленно начнет падать обратно. К внешней поверхности. И будет качаться в пространстве. Как лишенный привода стержень маятника. Пока в конце концов не остановится в магнитном центре. В той самой точке. На половине расстояния между внешней и внутренней поверхностью. Дымный бог. Но в современном мире есть эффект Дженни Бекова. И он фактически это подтверждает. Когда предмет брошенный как бы в космосе. Казалось бы в невесомости в одну сторону. Пролетает какую-то часть пути. Разворачивается и движется в обратную сторону. А это нам рассказывали еще в рассказе. Дымный бог. Объясняя как функционирует вот эта стоячая волна посредине. Ну продолжим. Потому что делая эти выводы. Мы понимаем где что расположено. То есть сначала идет поверхность земли. Потом до 300 километров идет расстояние до вот этой стоячей волны магмы. За этой стоячей волной магмы расположен как бы аид. Это преисподняя гадость. Как бы являясь дополнительным препятствием. Для того чтобы демоны проникали на наш белый свет. Потом за этим аидом которые имеют 9 кругов. Начинается чистилище с 9 кругами. А это и как только чистилище заканчивается. А это примерно на высотах уже 600 километров. Начинается рай. Вот что описано в божественной комедии Данте. Но мы имеем и подобный знак. Вот вам пожалуйста. От чистилища рай. Рай белый. Чистилище красное например. А от черный. Почему бы и нет. Есть же и такие знаки. Равновесие. Но что самое интересное. В божественной комедии. Чистилище имеет 2 предчистилища. А потом 7 ступеней горы. Казалось бы. Ну при чем здесь это. А при том что новые открытия науки нам помогают понять. Откуда это. Современная наука нашла 2 структуры. Которые как бы держат внутренний шар. Все ссылки на материалы как всегда в описании. То же самое можно посмотреть и на символы звезду Велеса. Тоже здесь какие-то 2 подструктуры. Которые являются частью одной еще большей структуры. Что опять же и показывает настроение и работу внутренней части земли. То есть Велес это не совсем негатив. Это вряд ли негатив который относится именно к Аду и все. Потому что у Аида тоже рогатина двойная. Но продолжим. Потому что информации много. Вот что пишет дымный бог. Так как мы оказались уже в раю например. Что мы первое видим? Конечно внутреннее светило. И вот что они пишут путешествия. Тем временем солнечные лучи исчезли из виду. Их сменило однако внутреннее свечение. Которое исходило от тускло красного солнца. Уже успевшего привлечь наше внимание. Теперь дымная гряда облаков впереди казалось. Испускало беловатый свет. Для сравнения скажу. Что свет этот был ярче. Чем дали бы 2 полные луны. Зашедшие в небе в ясную ночь. Это рассказ дымный бог. То есть они видят яркое светило. Которое находится в центре. Но оно меняет цвет. То красное то беловатое. Вот продолжаем выдержки читать. Потому что чем богатым. Обсуждая этот дымный цвет от леющих углей солнца. Мы наконец-то сошлись на том. Что явление. Какое бы ни было его причина. Представляет собой не обман зрения. Или отражение нашего солнца. А какую-то существующую в реальности планету. А не солнце воспринимают что ли? За какой-то целостный объект. А не просто какую-то иллюзию. Еще одна выдержка из дымного бога. Указано новое явление. Возникшее далеко впереди нас. Почти на самом горизонте. Это ложное солнце. Возкликнул он. Я читал о таком. Говорят. Это отражение миража. Оно скоро исчезнет. Но тускло красное светило. Которое мы сошли ложным солнцем. Оставалось видимым еще несколько часов. Мы не замечали каких-либо исходящих от него световых лучей. Но с тех пор оглядывая горизонт. Всякий день. На протяжении не менее 12 часов. Могли наблюдать красноватое свечение. Так называемого ложного солнца. То есть день там продолжался. 12 часов. И мы имеем это подтверждение. Это символ черного солнца. Но оно уже называется центральное солнце. То есть это оккультный символ. Он широко используется в германских различных течениях. Но истоки его находятся именно в древнейших смыслах. Потому что как вы видите. Центр это 12 часов дня. Это красноватое светило нашей внутренней части земли. Полой. Потом идет как раз вот этот переход. То есть где 300 километров проходим. Вот эта стоящая волна магма. Она тоже вот этим изломом обозначена. И обозначена связь как бы поверхности земли. И полой земли. То есть вот вам черное центральное солнце. Окультный символ. Смысл которого никому не здесь. А мы теперь его понимаем. То же самое можно сказать и про середину. Я род. Я дро. Вот оно я дро. Половина дня день. Половина дня ночь. 12 часов в день. 12 часов в ночь. Все вместе. Это 24 часа. Вот он вам символ. Я им. Или я род. Просто символ рода. Он же род. Если его правильно обрисовать. То это появится и звезда Велеса. И появится так называемый цветок жизни. Ну продолжим. Информации много. А облако или туман. Порой заволакивали его диск. Но никогда полностью его не скрывали. То есть это светило еще в каких-то облаках еще было. По мере нашего продвижения вперед. Она казалось восходила все выше и выше. В невероятном пурпурном небе. Я не сказал бы, что новое светило в чем-то помимо округлой формы. Походило на обычное солнце. Когда его не застилали облака или океанские туманы. Оно висело в небе дымно-красным. Или красно-коричневым шаром. Но временами цвет его становился ослепительно белым. Как у светящегося облака. Словно ложное солнце отражало более яркое освещение где-то внизу. Ну это их дымного бога представление. Но кроме яркого солнца, что они видят? Они находят Эдем. Эдем в рассказе «Дымный бог» это выстроен в прекрасной долине. Собственно говоря, это часть самого высокого горного плота внутреннего континента. Расположенного на несколько тысяч футов выше всей окружающей местности. Это важно. Ничего красивее Эдема я не видал в своих путешествиях. Горный сад. В котором изобилие множество фруктов, виноградных лоз, кустов, деревьев и цветов. Это все приводит нас к еще одному интересному выводу. Вот заканчиваем описание дымного бога и сделаем выводы. Которые просто колоссальные по своей фантастичности. В этом саду выходит из-под земли величественный источник вод. Откуда берут начало четыре реки. Это местное известно жителям как пуп земли. Или начало колыбель рода человеческого. Реки, которые именуются Ефрат, Фессон, Тихон, Хеддекель. Это все из рассказа «Дымный бог». Поэтому я сюда, например, Дарью ставил. Потому что именно здесь было четыре реки. Ну, для иллюстрации. Но сам факт. Собранная нами информация говорит, что именно в полой земле, в райской цивилизации находится этот сад. Сад, куда наши герои сказок отправлялись за молодильными яблоками. За живой водой. Откуда были изгнаны вроде бы как Адам и Ева. Где и змей этот дерево охранял. И соблазнял этими яблочками. Молодильными или дающими бессмертие. Плюс становится на место легенды про сад Гисперид. Хотя считается, что вход в этот сад находится где-то в одном из островов Канарского архипелага. И что Гиспериды живут за рекой Океан. То есть они живут внутри полой земли. Как раз по легенде эти яблоки охранял какой-то змей. Их смог добыть Геркулес при помощи титана Атланта. Вот что можно сказать про сам пуп земли. Куска это в переводе пуп земли. Официальное название столицы империи инков. То же самое сам остров Пасхи. Это тоже считается пуп земли. Что-то мы очень часто уже встречаем остров Пасхи. То находили птицы людей. Попадали туда. Иглово попадали туда. Туда вспомнили про пуп земли и опять туда попали. Так они называют ритуальную площадку с большим круглым камнем в центре. И четырьмя меньшего размера по сторонам цвета. А также это одно из названий самого острова. То есть в поисках где же он расположен на нашей поверхности. Если так соотносить. То же гора Суншань. Ну она тоже может быть отнесена как центр мира. Сейчас этот центр мира перешел, закрепился за Тайншанем. Это изображение одного из храмов. Как выглядит пуп земли. Опять же четыре реки. Но то же самое и секретное дело Ориона нам показывает. Интересное строение земли. Где здесь есть три плюса и два минуса. И один из этих минусов расположен как бы не только в центре. Но и на внутренней поверхности. То есть вполне вероятно, что он и является этим пупом земли. И источником всех пресных вод. А я вам раньше показывал, что под землей текут реки кислорода. Но скорее всего, которые производят гигантские растения. А если у вас есть кислород, вам добавят немножко водорода. От того же внутреннего солнца. Вот вам будет чистейшая вода. В том числе дающая вечную жизнь. Тоже вспоминается и частоты Шумана. Потому что если посмотреть, то они практически сходятся в одном месте. Как в пупе земли. А потом они расходятся. Частоты разного частота в герцах. Но есть и такая картинка. Поэтому изучая эти моменты стоячие волны. Электрические, магнитные. Все вместе. Можно будет состоять как раз общую картину. Где этот пуп земли находит. То же самое я вспомнил и про зеркальное кольцо пар веществ. Лобова, которую он разработал. Потому что как раз это начало. Оно показывает пуп земли. Оно максимально приближено к центру. Почему это не может быть один из видов строения самой земли. Вот вам тоже доказательства из необычных источников. У крестьян земля в представлении русских крестьян наделялась человеческими чертами. Обращались к ней как кормилица мать цера земля. Подсчиталась она в неразрывной связи с водой и растительностью. А изображалась в виде женской фигуры с птицами в поднятых руках. Внутри которой произрастало дерево. А у ног или по краю одежды проходила зубчатая линия, изображающая воду. То есть тоже вот этот образ матери сырой земли. Где вода, растения, мировое древо. Очень относится и к этому пупу земли. Или райскому саду Эдема. Плюс вот такие символы имеют богиня Мара. Богиня как бы подземного мира. Это черная луна. Это вода. И Марави. То есть означающую всеобщую смерть. А также берег, символизирующий равновесие, которое она признана сохранять. То есть здесь равновесие вот этих четырех как берег получается. И равновесие центрального светила. Плюс вот это двойное название Мара Ви привлекло меня внимание к Вию. Вию. Почему? А в легендах веки Вия доставали до земли. Вий у нас, у славян. Это древний славянский бог. Насылатель ночных кошмаров, видений, привидений. У Вия вся сила сосредоточена в глазах. Это могучий старик с огромными бровями и необычно длинными ресницами. Чтобы Вий мог взглянуть на мир, нужно несколько силачей, которые помогли бы ему поднять веки железными вилами. Своим взглядом Вий способен убивать людей, обращать в пепел города и деревни. Или же, например, уничтожать вражеские раки. Почему я это говорю? Дело в том, что если бы внутреннее светило не было обграничено каким-нибудь устройством, типа века, вековия, назовем его так, то не было бы смены дня и ночи. Оно бы светило беспрестанно. И в итоге вместо рая получилась бы выжженная земля. И поэтому Вий, получается, это искусственная система, которая закрывает, закрывает половину солнца и делает возможным смену дня и ночи. Вы вдумайтесь только в масштабы этого устройства. Но у Вия есть символ. Я же не просто так это говорю. У Вия есть символ. Посмотрите на него. Это 18 зубцов в середине и 24 по краям. Но 24 это 12 плюс 12. Это 24 часа внутренней полости Земли. А сам Вий в числовом значении это 2 плюс 8 плюс 8. Или 18. Опять же, 18 внутренние зубцы. Но почему оно так хитро написано? Если 24 часа, то возникает вопрос. А сколько же дней в неделю? Я высчитал, что 9. И Вий это подтверждает. 18 это 9 плюс 9. Двойка здесь вынесена тоже по отдельным соображениям. В том числе и связанным со священным годом. И с химией. И получается, если не учесть, а взять 24 плюс 8 плюс 8. То получается ровно 40 дней подземного мира. Опять же, мы вышли на те расчеты, что я и показывал. А двойка, скорее всего, она приходит в священный год какой-то. Именно подземного мира. То есть, славянский символ подтверждает всю математику. Опять же, что пишет дымный бог? Через 12 часов белому облаку предстоит утратить блеск и исчезнуть из виду. Следующие затем 12 часов соответствуют нашей ночи. Мы довольно быстро узнали, что встреченные нами странные люди поклонялись этому великому ночному облаку. То был дымный бог их внутреннего мира. То есть, то, что я предположил в раскрытии тайной времени, оказалось подтверждено из других источников. А я предположил, что раз измеряя наше время и в часах, то в днях получается у нас 7-дневная неделя, а у них 9-дневная. Так и есть. ВИИ – это 9 плюс 9 фактически. У нас 30 дней месяц, у них 40. ВИИ есть – это 40. Я говорю, 24 плюс 16 – получается 40. А те 2 дня, они, скорее всего, в священный год добавляют. Ну, получается, то, что я предположил в предыдущих видео, оказалось правдой. И подтверждает это система ВИИ. Так что вот это действительно внутренние часы пола и земли. Обратите внимание, центр 6, второй круг 12. Часов дня и ночи, получается. Они же 12 знаков зодиака. 6 плюс 12 – 18. Центр – это система ВИИ. Третий круг – 24. Опять же, полная система ВИИ. То есть, внутренняя земля. Ну, интересно, что здесь нужно учитывать, что термин он многозначный. Нужно смотреть и со стороны химических элементов. Вот, например, 18 по счету у нас элемент аргон. И массовая его, ну, масса ядра примерно 40. Опять же, необычное подтверждение. Так как система все-таки многограммная. Тоже открыли недавно новый химический элемент. Они его-то переименовали, но вообще, вот у него масса 288. Это тот же ВИИ, 288. Здесь так фактически написано. У-ур. Ну, если бы тут они палочку дорисовали, был бы ВИИ в обратном прочтении. Тут же мне вспомнился и ДЫЙ. ДЫЙ – дивный бог. Бог ночного неба и богатства. Он же птица ДИВ. То есть, видите, он тоже как бы обеспечивающий равновесие. То есть, какая-то горная ряда, максимально подходящая к центральному светилу, обеспечивающая его равновесие. И смену дня и ночи. Ну, а значит, в центре у нас сведящее око. Как и в рассказе Данте про рай, также удалось достать икону всевидящего ока. Вот она. Опять же, она очень обращает внимание в центральное светило, четыре реки, различные сферы. То есть, сфера рая, потом сфера как раз чистилища промежуточная, потом ад, потом сфера как раз, опять же, промежуточная между нашей землей и адом, и наша земля, и уже пошли в воздушные сферы. То есть, очень, между прочим, грамотная нарисованная икона. Опять же, где в центре нашей системы находится образ сведящего ока. Как тут не вспомнить про титанов. То есть, как я прочитал, тех, кто живут на тверде, обратно на тверде. То есть, полой земли. И основных из них титан, это кронос. Он же время. Все верно. Именно центр системы решает, как идет не только пространство, но и время. А это мне помогло прочитать кронос в обратном прочтении. Кронос в обратном прочтении. Вот получается, сонор или сонар. Или очень близко к салар. Ака это корона света, как бы. Но салнар и салар мы тоже знаем. Почему я использовал как раз этот символ сведящего ока. Потому что это символ максимально приближенной земли. Плюс здесь еще какая-то система века, вия. Который этим веком виям закрывает, чтобы была смена дня и ночи. Ну, салар. Мы находим, как говорится, в наскальной живописи древних это название салар. То есть, это действительно центральное светило наше. Но сол это душа. Ар – земля. Душа земли. Ак – как бы оно большую часть времени красное, во-первых. А во-вторых, здесь как бы хитро. Половина ничего нет. Это 12 часов ночи. Потом утро красное. Опять же, это палочка. Потом белый день. Потом вечер красный. Потом буква К. Получается. Если с химической точки зрения обратить внимание, то это может быть, например, кобальт, литий, аргон. Вот опять мы встретили аргон из системы вия. Может быть, конечно, и другой вариант. Например, лантан и рений использоваться. А лантан – это очень близко к чему? К атланту. Кто такой у нас Атлант? Атлас он же. Могучий титан. То есть на тверде обратное тверде. Держащий на плечах небесный свод. Небо. Очень простой образ. Непроявленный бог. То есть внутреннее солнце. Вот вам, пожалуйста. Система титана Атланта. Система вия. Которая держит непроявленного бога внутреннего солнца. Конечно, могут быть и варианты с химическими элементами. Например, первые буквы – это не кобальт, а указание на углерод. И кислород. Чему бы и нет? Всех алмазы, бриллианты, они состоят из углерода. Так что почему центральный кристалл не состоит из углерода? Все может быть. То же самое и с ар. Здесь у нас теперь в современном мире, который, скорее всего, большую часть берет из данных прошлых цивилизаций, ар – это относительно атомная масса. То есть ар относительно. Так что салар – это истинное живое светилоядро. Центральный процессор мозг и душа нашей планеты, которая сейчас закрыта многослойной непрозрачной скорлупой поверхностью Земли и веком вия, что обеспечивает смену дня и ночи. Если мы обратимся к нашей буквице, то мы сможем понять тогда и такое же понятие, как логос. Потому что, опять же, видя эту картину примерную, конечно, где всевидящая щелка в центре, какие-то тучки, система вия, атлант, который все это держит, конечно, приходит на ум именно такая картинка. И вспоминается логос – это сверхсущество, которое расположено в центре Земли. Оно же голос Земли. То есть вибрации, вибрации Шумана, которые сейчас мы рассматривали. Или если по буквам рассмотреть, то это получается, что он – люди, он – глаголь, он – слово. То есть людям он глаголит свое слово, частоты, вот эти частоты Шумана. А само слово – это тот же волос, тот же вещь и лед. В христианстве под логосом подразумевается Сын Божий, который рождается Богочеловеком Иисусом Христом, чтобы спасти мир от греха. Так и написано. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Таким образом, до появления слова, то есть Иисуса Христа, логос слит с самим Богом. А после рождения разумного существа проявляется слово «логос», символизирующий какой-то высший разум. Ну, не какой-то, а который расположен в центре нашей Земли. Я уже показывал, что наша Земля движется в системе Земля-Солнце. И при этом движении она образовывает буквы. То есть здесь и буква Ис точечка, тот же Иисус. Тут и буква С, две. Одна в одну сторону, другая противоположная. И буква О, и буква Х, и буква Ж, и тут же и Р, и Ирд, и Д. И тот же Род. То есть Иисус Христос, который родил логос, это как бы движение самой Земли, его центра и Солнца. Все ссылки будут на материалы в описании. Я там описывал, откуда берутся праздники наши. Рекомендую перейти вам ознакомиться. Гераклит утверждал, что Бог – это некое единство или связующее звено двух противоположных начал. В древнегреческой философии логосом считалось эфирно-огненную душу космоса, могущую создавать различные формы потенции. От них образуются вещи в материальном мире. Сто процентов. Потому что логос растет, внутренний кристалл растет. Вот это написание. Видно, что это свет и как бы две сферы какие-то. Так что логос – это два кристалла в центре Земли, которые имеют 12 точек входа-выхода. Именно входа энергии – это синий цвет. И 20 точек выхода – красный цвет. Ну, и 28 или 29 точек пересечения этих линий. Что соответствует, интересно, платоновым телам. То есть наука, рассматривая, определила, что в центре два кристалла. Один – додекайдер с 12 гранями, другой – и косайдер с 20 гранями. И в том месте они образуют что-то подобное. То есть Земля, по выводу наших ученых, это растущий кристалл, что объясняет все процессы, идущие не только в недрах Земли, но и на поверхности планеты. Ну, то, что мы только что читали, все реализуют в материальном мире. Оказывающие влияние на изменение живого мира и даже на развитие цивилизации. Это установили еще Гончаров, Макаров, Морозов. По их мнению, силовое поле этого растущего кристалла обуславливает вот такую вот структуру Земли. Эти как бы многогранники, вписанные друг в друга. Но на поверхности Земли проступают проекции и косайдеры, и додекайдеры. Это вот у них 62 вершины. И середина ребер этого сложного кристалла обладает особыми свойствами. Магнитными, гравитационными, тектоническими и другими аномалиями, которые соответствуют вершинам и ребрам этих фигур. С их узлами связаны очаги зарождения развития человеческой цивилизации. Тибетской, китайской, в районах Дуречья, Древнеегипетской, Центральной, Южной Америки, Ну и Центра Украины. Ну то есть все цивилизации, они зарождались как раз в этих точках. И там же строят мегалиты, пирамиды, различные древние сооружения и храмы. Об этом нам тоже и показывает и проект Орион, что все они нужны, например, поверхностные пирамиды для того, чтобы стабилизировать внутреннее ядро. Ну скорее всего есть и внутри пирамиды, которые стабилизируют как бы внешнюю поверхность. Почему нет? Так что с вершинами этих кристаллов совпадают многочисленные зоны Земли, наиболее крупные из них это Бермудский треугольник, море-зьявы и так далее. Аномалии они не просто так, а благодаря строению самой Земли. Об этом нужно знать, об этом знали древние, использовали всю эту энергию, в том числе и для своих целей, для бестопливных технологий, для быстрого перемещения, для передачи информации. Давайте делать выводы. Под землей существует как минимум три цивилизации. На глубинах 300 километров за огненной рекой начинается Аид. После девятого круга начинается гора Чистилища, которая тоже имеет девять уровней. Два предчистилища и семь кругов горы. И только потом начинается рай, поверхность пола Земли, которая имеет девять кругов, с центральным светилом, светящимся оком, гигантским растущим кристаллом. Между поверхностью Земли и Адом с большой вероятностью существует еще одна промежуточная цивилизация, в которой живут существа, которую сдерживают распространение демонов из ада на поверхность Земли в массовом порядке. Это птицы-люди, гномы, и может кто-то еще. Нужно изучать. Центральное светило называется Логос или Солар. Частично закрыта системой ВИИ. Такое устройство хитрое, века, которое обеспечивает смену дня и ночи внутри пола Земли, что подтверждает сведения о том, что внутри пола Земли 12 часов ночи, 12 часов день и 12 знаков зодиака. При этом одна неделя составляет 9 дней, а один месяц 40 дней. Атлант – это максимально приближенная Земля к центральному светилу, она же пуп Земли. Все ссылки на использованные материалы будут в описании. Если у вас есть что-нибудь подобное к теме, которая подходит для набора материала, сбрасывайте в ваших комментариях. Так что все это будет размещено в описании под видео. Напоминаю, под каждым видео есть возможность разместить ваш комментарий, если вы в состоянии излагать свои мысли, не оскорбляя других людей в сообществе. Плюс, опять же, если вы считаете, что информация достойна распространения, то лучше всего это можно помочь, если вы нажмете лайк или дизлайк, это уже по вашему выбору, напишите ваш комментарий и поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Все здесь есть. Под видео есть также ссылки на каналы интересные по данным направлениям, либо вбейте просто в поисковик, надпись этих каналов, там множество интересной информации, подписывайтесь, если не подписаны. Ну и подписывайтесь на мой канал. Также на моем канале справа вверху есть ссылки на все мои социальные сети, на мой сайт. Так что переходите, добавляйтесь в эти группы и ВКонтакте, и в Одноклассниках, потому что количество друзей уже закончилось, вся группа не имеет ограничений, и там можно делиться и своей информацией, и опять же мне написать. Это как в Одноклассниках, так и ВКонтакте. А с вами был Виктор Максименко, благодарю, до новых встреч.